Добрый день! В эфире 12 канала новости в студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. О планах реализованных и о том, что только еще предстоит реализовать. Почему амичи должны носить маски, хотя пандемия закончилась? Сколько будет стоить хлеб и каким губернатор был пионером? Александр Бурков дал большую пресс-конференцию. По горячим следам в регионе анонсировали новые меры поддержки пострадавшим в майских пожарах. Не парковать, не шуметь, не устанавливать. Ранее отмененные штрафы снова в силе. Кого и за что будут наказывать рублем? Звук, который может спасти жизнь. Инвалиды по зрению остались без маячка для движения. Я на солнышке лежу, на питона не гляжу. Как омские пляжи готовят к сезону и для чего на них выпустили змей? Санкционное давление – это шанс для развития региона. С таким заявлением сегодня выступил Александр Бурков на большой пресс-конференции. Общался губернатор с представителями СМИ почти полтора часа. Одной из главных тем беседы стала текущая экономическая ситуация. По словам губернатора, сейчас омские предприятия имеют все возможности для выхода на новые рынки. Ведется заключение новых выгодных соглашений. Намечается серьезное увеличение экспорта. А это новые поступления в бюджет, финансовая подушка для социальной сферы и возможность развития новых производств. Обо всем по порядку. Екатерина Булычевская. Выстояли в условиях пандемии. Выстоим и под давлением Запада. Этим заявлением Александр Бурков открывает большую пресс-конференцию. По традиции, в начале цифры. 188 миллиардов рублей столько за год инвесторы вложили в омскую экономику. Сумма с девятью нулями – прочная основа, на которой можно строить далеко идущие планы, невзирая на мировую конъюнктуру. В сегодняшних, еще раз говорю, новых экономических условиях, я думаю, нам бояться с вами нечего. Структура экономики Омской области говорит о том, что мы можем смотреть уверенно в будущее. После 24 февраля региону пришлось сделать крутой разворот на 180 градусов. Впрочем, в новом азиатском направлении перспективы дальше и шире, чем прежние европейские. Например, Казахстан заинтересован в создании совместных производств, расширении поставок омской сельхозтехники и элитных семян. Отвечая на вопрос 12 канала об итогах зарубежных рабочих поездок, глава региона перечисляет достижения мечей. Уже сегодня 5 миллионов гектаров полей в Казахстане засеяно омскими культурами. Узбекистан намерен наращивать объемы импорта промышленной продукции. Взамен предлагает закрыть потребности региона во фруктах и овощах. Мы работаем специально для того, чтобы сегодня получить как можно больше заказов, расширить линейку заказов для наших малых предприятий, средних, крупных предприятий. Для того, чтобы у нас появились новые рабочие места, чтобы у нас гарантированно была стабильная заработная плата. Поэтому наша работа как раз направлена на поиски новых рынков сбыта и на поставки той продукции, которая может сдерживать рост цен на территории нашей Омской области. Ключевым событием апреля, говоря о деловых визитах, губернатор называет встречу с президентом Такаевым. Принято решение об открытии филиала технического университета в Павлодаре. Это мегапрорыв для образовательной сферы, отмечает Александр Бурков. Они до этого пригласили только Бауманку, да, университет, пригласили МФТИ, физико-технический университет, и институт нефти и газа имени Губкина. И вот четвертый университет, это наш Омский, который сегодня получил такую возможность. Омскую делегацию уже ждут в Китае. Также запланированы визиты в Азербайджан и Киргизию. Еще одна тема пресс-конференции – пожары. Александр Бурков заверяет, в регионе помогут каждому погорельцу. Уже идут единовременные выплаты по 50 тысяч рублей, а с 21 мая омичи, чьи дома пострадали в огне, смогут оформить сертификаты на покупку или строительство жилья. Все те, кто сегодня без жилья, они получат нашу финансовую поддержку. Мы эти средства найдем и вместе с депутатами обеспечим. Еще один блок мер областной поддержки для семей и участников спецоперации. Дети военнослужащих этим летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях за счет бюджета. А для омичей, которые сейчас находятся на передовой в Украине, уже разработаны программы реабилитации. Семьям погибших предусмотрены выплаты в миллион рублей. И снова журналисты возвращаются к теме экономики. Как в регионе намерены поддержать хлебопеков и нужно ли омичам волноваться из-за цен. Александр Бурков заявляет, до 1 декабря стоимость хлеба точно не поднимется. На субсидии производителям из областного бюджета выделено 35 миллионов рублей. Плюс столько же поступило из федерального центра. От хлеба к зрелищам насетывания журналистов, что Омск остался в этом году без международного турнира по хоккею, губернатор отвечает, соревнования такого уровня в Омске еще будут. Главное, область к ним уже готова. Все, что было в планах, оно будет исполняться. Вот мы планировали 89 новых общественных территорий благоустроить в Омске под чемпионат мира. Мы все это сделаем. И арена Омск появится. С 1 сентября она откроется. И вернется наш любимый авангард. Уже по традиции без внимания журналистов не остались гидроузелы и аэропорт Федоровка. По этим долгостроям тоже принят ряд важных решений. Уже заключено соглашение на строительство взлетно-посадочной полосы. Спросили губернатора и про отмену масочного режима. Александр Бурков отмечает, в этом вопросе лучше не спешить. В регионе все еще фиксируют новые случаи заражения. Впрочем, возможно, уже на следующей неделе омичам официально разрешат сбросить маски. Оперштаб вновь рассмотрит этот вопрос. Екатерина Булучевская, 12 канал. За неправильную парковку и незаконную установку киосков вновь накажут рублем. Соответствующие изменения в кодекс об административных правонарушениях сегодня на заседании регионального парламента одобрили депутаты. Документ также предполагает денежное наказание, в том числе и за нарушение тишины в ночное время. Такие меры, напомню, действовали в Омске и раньше, однако в конце прошлого года суд по инициативе прокуратуры признал их недоработанными. Новый проект закона обсуждали в течение нескольких месяцев. При этом были учтены предложения и замечания администрации города и других муниципалитетов. Впрочем, как отметили парламентарии, применять драконовские методы к тем, кто впервые нарушил правила, не будут. Сложный закон, много было дебатов, много было разных предложений. В конечном итоге мы нашли консенсус и предлагаем вариант, который сегодня доработан с учетом всех сторон. Самое главное это повторное предупреждение. Будет база и человек уже если повторно, то у него будет как раз штраф. А так, конечно, я доволен. Могут люди работать теперь. Муниципалитет это не только мэрия, но и районы Омской области. Кроме того, депутаты сегодня единогласно одобрили очередные меры поддержки погорельцев. Согласно закону, теперь омичам, потерявшим жилье в результате пожаров, будут предоставлять новые участки для строительства бесплатно. Землю для возведения дома или ведения личного подсобного хозяйства можно будет выбрать из перечня, который сформируют местные власти. Главное условие – территория должна находиться в том же населенном пункте, что и сгоревшее жилье. Также взят на рассмотрение законопроект по поддержке бизнеса. Он касается уменьшения налоговой ставки на имущество для предпринимателей. В Омске собрали очередную партию гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Больше 20 тонн товаров первой необходимости накануне отправились из Таврического района. Помогли местные сельхозпроизводители. Они поделились продуктами питания с длительным сроком хранения мукой, макаронами, рисом, горохом. Организаторами акции выступило Омское отделение партии «Единая Россия». И руководители, и рядовые жители того же самого Таврического района откликнулись на призыв «Единой России» о том, что нужно помочь. Вот это традиция, которая всегда была на Руси, в России, помогать своим ближним в трудную минуту. И сегодня как раз вот этот день, когда вот это благое дело, святое дело делают наши земляки. Воспитали меня родители так. Помоги, если есть возможность. Если ее нет, но есть огромное желание, помоги, чем можешь. Добавлю, это уже четвертая партия гуманитарного груза. Ее также направят жителям Донбасса и Луганской республик. Первый грузовой автомобиль с необходимой помощью из Омска отправился еще 2 марта. В общей сложности с начала спецоперации мечам удалось собрать около 65 тонн товаров первой необходимости. Переходят дорогу и боятся попасть под автомобиль. В нашу редакцию обратились незрячие мечи с жалобой на светофор на остановке «Заря» – это в Амуре. На прошлой неделе вышел из строя звуковой сигнал. Сейчас оборудование заменили. Однако переходить дорогу, ориентируясь только на слух, до сих пор невозможно. Звук очень тихий. Городской шум полностью его перекрывает. По словам незрячих пешеходов, услышать сигнал не помогает даже их обостренный слух. В этом поселке Амурска много инвалидов по зрению живут, пожилых очень, детей. Представляете, как рябинушка тут находится, социальный центр. Вот представляете, человек старенький пошел с рябинушки, ну всякие же зрения есть. И не услышит, не дай бог, а попадет под машину. Специалисты пояснили, существуют разные устройства звукового сопровождения. У одних громкость не меняется, у других ее можно регулировать. Именно такой маячок и поставили на заре. Скорее всего, рабочие промахнулись с настройками. Однако сегодня к вечеру, как пообещали 12-му каналу, их откорректируют. По нормативам сигнал в городской среде должен быть отчетливо слышен на расстоянии 5 метров от маячка. В некоторых и мячей звук раздражает настолько, что дело порой доходит до вандализма. Светофор намеренно выводят из строя. К таким случаям, как отмечают в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, уже привыкли. Видимо, какие-то конфликты будут время от времени возникать. Но дело в том, что приоритетнее является все-таки жизнь человека. А слабовидящий пешеход, переходящий улицу, действительно по-настоящему рискует. Поэтому звук так или иначе этих маячков будет присутствовать. Стоит отметить, что сейчас в разработке находятся звуковые маячки, которые автоматически подстраиваются под шум города. Вероятно, после того, как их начнут выпускать и устанавливать на светофоры, стороны смогут прийти к компромиссу. И вот о чем мы расскажем в итоговом выпуске «Часа новостей» в 19.30. Когда канализация бьет ключом прямо из-под земли, жители Кировского округа ищут того, кто в буквальном смысле отравляет им жизнь. Из-за трубы с нечистотами, которая находится прямо под окнами, не только невозможно дышать, страдает и экология. Все отходы сливаются прямиком в Иртыш. Мы не можем открыть фоточку в доме. И когда подошли сюда, здесь были какие-то ремонтные работы. И мы увидели, что есть вот эта река, которая бежит, стекает в Иртыш. Впереди летняя жара, значит, аромат будет только крепчать. Люди обращались в различные инстанции, но найти загадочного владельца источника так и не смогли. На место выехала наша съемочная группа. Все подробности в 19.30. Продолжаем выпуск. Тестировали знания английского. Омские школьники начали сдавать итоговые экзамены. Первыми аттестацию проходят девятиклассники. Сегодня они проверяли знания иностранных языков. Экзамены у ребят продрятся до 22 июня. Девятый класс в этом году заканчивает больше 11 тысяч школьников. Что касается 11-ти классников, в этом году их почти 5 тысяч. Первые ЕГЭ они будут сдавать 26 мая. Это предметы по выбору. География, литература и химия. Кстати, как отметили в департаменте образования, в этом году у школьников популярны точные науки. У нас намечается такая тенденция, или модное слово «тренд», о том, что у нас больше выбирают физику, больше гораздо выбрали химии в этом году, и девятые классы выбрали гораздо больше информатики. Выпускные для 11-ти классников в этом году запланированы на 25 июня. А вот поздние звонки в омских школах состоятся уже в эту субботу. Они пройдут в очном формате. Омские пляжи готовят к летнему сезону. Сюда уже завезли 700 тонн свежего песка. Ведется набор спасателей и других рабочих. Перед открытием мест отдыха речное дно проверят и очистят от мусора водолазы. Это необходимо, чтобы обезопасить тех, кто все же решится окунуться в Иртыш. Купаться в реке, напомню, омичам не рекомендуют уже на протяжении нескольких лет. Качество воды оставляет желать лучшего. В этом году специалисты также возьмут пробы. Что касается даты старта пляжного сезона, она остается прежней. 1 июня работу начнут 5 таких мест отдыха. Между тем, некоторые мечи, не дожидаясь официальной даты, уже открыли пляжный сезон. Погреться на солнце приходят в необычной компании. Так, на советском пляже Константин Наумов выгуливает своих рептилий. Солнце, воздух и вода порезаны для питонов. Гуляют они без намордников и поводков. Безопасно ли это для окружающих и нет ли риска для самих змей, узнал Денис Жарков. Эти кадры сняты не где-нибудь в тропиках, а в Омске на советском пляже. Константин Наумов вывел своего питомца на прогулку. Тигрового питона-альбиноса зовут Клеопатра. Ей 6,5 лет, весит 9 кило и вымахала до 2 метров 70 сантиметров в длину. Выгуливает рептилий Константин уже около 8 лет. Солнечные ванны змеям полезны. Змея, она целую зиму сидит дома. Соответственно, не видя солнца, возможны проблемы со здоровьем. Витамин Д нужен, тем более она любит плавать. Она может нырнуть и спокойно перенормить и ртышь на одном дыхании. Поэтому всегда в зоне, чтобы успеть схватить ее. Дома Константина живут 4 змеи. Уследить за всеми было бы нереально, да и тащить с собой сразу 4 увесистых рюкзака тяжело. Поэтому хозяин возит змеи на пляж поодиночке. И не спускает с них глаз во время прогулки. Особенно, когда отдыхающие проявляют интерес. Обычно это дети. В жаркие дни, когда на пляже многолюдно, питоном могут тискать сразу 10 малышей. Да и взрослые норовят потрогать. Самый повторяемый вопрос это у женщин. Я так боюсь змеи. Можно я подержу ее? Логика. Ни один мужчина, если он боится, никогда не будет делать то, что он боится. Женщина наоборот. От избытка внимания змеи не в восторге, но агрессии не проявляют. Максимум постараются сбежать. Хозяин объясняет это тем, что питомцы привыкли к запаху человека. И за угрозу людей не считают. При этом отличаются не только незлобивостью, но и неприхотливостью. Кормишь раз в месяц, убираешь раз в месяц, опилки меняешь по настроению раз в три месяца. То есть можно уехать на три месяца, и это будет некритично для змеи совершенно. По корму получается у нас 200 рублей в месяц на питание. Кролик один. Со всех сторон сплошная экономия. Но это если не заниматься разведением. Специальный инкубатор стоит почти как автомобиль. А без него змееныши не выживут. У Клеопатра уже было потомство, но сохранить его не удалось. Поэтому Константин Наумов подстраховался, приобрел. Так что следующая беременность уже не застанет его врасплох. Денис Жарков, Дмитрий Храмцов, 12 канал. До старта весеннего полумарафона остается всего два дня. Массовый забег начнется в воскресенье 22 мая в 12 дня на Омской крепости. А уже завтра там же легкотретам будут вручать стартовые пакеты. Организуют и медкабинет, где участники смогут пройти обязательный медосмотр и получить справку. Для этого при себе нужно иметь результаты анализов. Без заключения врачей бегунов не допустят ни на одну из дистанций. Кстати, получить допуск и зарегистрироваться можно будет буквально за несколько минут до самого стартового выстрела. Официальным партнером весеннего полумарафона в этом году стала Радио Максимум Омск. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12 канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Завтра 20 мая в Омске облачно с прояснениями ночью до плюс 13, в дневные часы 17-20 градусов выше нуля. В районах облачно небольшой дождь, в ночные часы плюс 9-11, днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин